привет ребята я расскажу сейчас то что знаю полезного про лечение зубов хожу я периодически и по обязательным медицинского страхования м.с. и по платному хожу сам плачу в основном по м.с. у который называют псевдо бесплатным потому что там тоже самое берут огромные деньги с налогов с бюджета и 99 процентов государства ворует ну примерно но это минимум как точно 99 процентов разворовывается один процент кое-как там что-то делают люди думают что им что-то там бесплатно делают по м.с. но видно они просто плохо разобрались на самом деле плата если бы так посчитать реальные цифры то там стоимость лечения зуба самое там получилось бы я думаю сколько выделяется но мы 100 100 тысяч рублей там 1000 2000 долларов может быть и больше даже но в итоге человек там в очереди сидит короче м.с. нужно закрывать не хочу долго рассказывать все эти суммы они не доходят которые с бюджета выделяются и никогда не дойдут так что произошло еще за последнее время я был семнадцатом году лечение пломбы считается там в трех плоскостей три корня у зуба самый сложный вариант около 3000 рублей стоило сейчас это стало стоить всего лишь прошло немного времени сейчас декабрь девятнадцатого 2019 сейчас стоит вот шести тысяч рублей до 9 10 то есть выросла в три раза в два ну редко когда шесть в основном тот тот же самый вариант в эти три плоскости три корня удаления нервов этот вариант максимальный там они говорят усложнение если есть усложнение какое-то на самом деле это не так часто это когда там что-то десна болит надо резать кит хирургически я не беру такие варианты так и протезирование коронки одевают мосты блантанты я не буду сейчас затрагивать потому что не ставил пока что но я как понимаю мега дорого коронки мосты делал получается коронки одевают мосты один зуб они говорили что это дешевле стоит например что девять десять тысяч рублей лечение пломбами и это дешевле там около пяти на самом деле это вранье на деле получается около 15 тысяч рублей то есть дороже даже максимального лечение пломбы 10000 тут получается 15 несколько мест я сходил и во всех местах говорили что 15000 это даже это самый как бы простой средняя цена не минимальная даже минимальный как бы пять десять тысяч по моему там как-то и получиться не может потому что то что у меня есть вариант у меня уже зуб там удаленные нервы по сути самый простой вариант это они сказали сразу что около 15000 это и в государстве на этой поликлинике которую в платную я пошел мой зубной то есть вот такие вот цены ну и что конечно все очень плохо и раньше зубы разваливались людей сейчас вот за даже вот эти два-три года стала счет цена больше в авторе раза то есть практически вообще недоступно стало там люди какие-то кредиты берут если раньше кривые зубы были сейчас просто у всех можно сказать кривые поганые зубы это делается специальное государство потому что поддерживает неэффективные обязательное медицинское страхование так по идее ничего такого мега сложного я не вижу в этой сфере вот эти деньги которые выделяются с бюджета по месу на лечение зубов человек если бы сам расходовал то хватило бы вполне на лечение ну естественно без разворовывания и ну вот тогда как бы нам человеку выбор давать потому что сейчас у мэс там в очереди сидит записывается ждет а просто есть определенная сумма и человек уже решает идти поликлинику там государственную или в платную какую-то где ему больше нравится тут же получается если у мэс ты как бы бедный нищий вот записывайся сидишь где и и все и многие так и ходят получается тут как бы при данной схеме но никак не разобраться и тупик ликвидировать полностью нужно ум с деньги и либо либо даже можно оставить тот же самый ум с но деньги решает человек но вы естественно там чиновники постараются сделать что там будет 1000 рублей а там например лечение пломбы там десять тысяч рублей одного зуба а плохих зубов там пять десять штук и опять человека ничего не получится но я считаю предостаточно средств бюджете лечение зубов не так на самом деле часто они и ломаются их надо лечить там если несколько зубов год например там два-три зуба потом десять тысяч рублей там 30 тысяч рублей все это страховка должна покрывать и сразу без ожиданий всяких сразу человек в любое время когда ему угодно приходит лечится ну понимаю что через государственные эти поликлиники не получится это реализовать поэтому но вот сфере зубов просто ум с ну эту погонь я бы закрыл и освободившиеся деньги люди как бы зажало скажут все мы умрем сейчас нет освободятся часть денег не надо будет например так я не понял то микрофона странно записывает освободивший освободиться часть любом случае либо там меньше будут высчитывать людей вот это вот страховой взнос и вот эту часть направлять даже ну там скажут работодатели стащит потом университет захоронения стащит ну конечно да есть вероятность но вот эту саму часть вот эту просто напрямую человек сам должен контролировать денег там какой-то один процентик вот зарплаты хотя бы на зубы и сам дальше он вот этот процентик он и будет расходовать на зубы и должна вот если вот у меня получалось например надо там не ходил не ходил я 5 зубов надо сходить сделать там по 10 до 50 то есть должно быть где-то чтобы не меньше было 50 там 100 тысяч рублей в год возможность лечить зубы иначе конечно нифига не сделаешь ну вот так вот я вижу ситуацию еще расскажу что это специально сделан так чтобы вот просто все ходили государства специально делает чтобы все ходили без зубами и просто помирали никакого практического смысла не так дорого на самом деле и сложно лечение зубов вот чтобы я из своего опыта вывел не такие какие-то фантастические какие-то космические технологии просто сверлят коронку пихают ну стоматологи они да вроде как зарабатывают большие там зарплаты ну пока я ходил еще у них валялся там iphone 11 в одном и втором месте в несколько мест на ходил но это смешно просто даже если они там получают 100 тысяч рублей огромную зарплату может сказать по сравнению там с какими-то обычными двадцати тысячными может быть больше они получают может чуть меньше но телефон например iphone 11 я вообще его не купил бы может быть тысяч за 10 рублей его купил и продал бы потом до 30 то есть они с людей берут огромные деньги за лечение зубов у людей не хватает в итоге они покупают хлам это как можно сказать как индейцам первобытным приезжали вот эти завоеватели и стекляшки обменивали свои какие-то на золото у индейцев так и здесь мне кажется делает с местным населением так но на этом все пока ну чтобы поправить нужно постоянно революцию делать постоянно настоящего не фальшивую не как в 1917 пока ребята все подписывайтесь ставьте уведомления